Среди всех школ, которые существуют сейчас в мире, я, конечно, все школы доподлинно не знаю, но основные известны. Я думаю, что в нашей школе лучше всех и ближе всех к правде реализован принцип Ахимсы. Принцип Ахимсы – принцип ненасилия. Если мы говорим, что йога – это про ненасилие, тогда у меня большой вопрос к тем школам, которые основную ставку делают на позы йоги. И во что бы то ни стало, считают необходимым все это количество акробатических форм освоить преподавателям и потом спровоцировать влечение остальных практикующих к освоению сложных форм. Поэтому отталкиваемся от принципа Ахимсы – ненасилие, прежде всего, над собой. Если вы с этим разберетесь, вы будете чувствовать свои собственные пределы, вы сможете научить этому ваших практикующих, чтобы они не неслись за обязательностью упражнений, а понимали второй принцип нашей практики, что йога для человека, а не человек для йоги. Йога – это инструмент, который улучшает жизнь человека. И мы с вами не являемся инструментом для того, чтобы через нас реализовывать идеи. Мы, как существа мыслящие, берем эти инструменты, применяя их, изменяем свое состояние и улучшаем как-то свою жизнь. Хорошо, если вам в этой жизни встретится инструмент, который не поломает тело. Я считаю, что наш инструмент именно такой. Он не ломает тело, он не создает для людей новых проблем. Человек, позанимаясь нашей йогой, не должен чувствовать ухудшения. Да любой йогой, понимаете? Вот вам вторая опора. Ну и третья опора. Получать глубины, возможно, только тогда, когда тело человека здорово. Тогда только мы можем приближаться к настоящим истинным знаниям в йоге через медитацию, познание себя с точки зрения души или точки восприятия, или высшего сознания, как хотите это называйте. Но только при условии, что у человека есть достаточный качественный физический ресурс, он сможет продолжить это путешествие. Если физического ресурса не будет, все остальные темы просто схлопываются сами собой. Потому что основной интерес и основное внимание будет направлено как бы выжить, а не то, чтобы там достигать каких-то духовных высот. Вот. И сегодня у нас с вами очень будет важная тема духовности, мы все это еще разложим по составляющим. Ну и с точки зрения физиологии, вам всегда легко будет объяснить людям, почему мы не выполняем предельных асан, почему у нас нет сочетания скруток прогибов, сочетания скруток наклонов глубоких, отведения куда-то ног и рук в предельные амплитуды. Мы взяли отправной точкой, что есть в нашем теле иерархия систем. И я на этом настаиваю. Мне кажется, что эта точка зрения очень разумная. И профессор Дубынин это подтверждает. То есть есть светлые головы, которые делают точно так же акцент на то, что люди, посмотрите. Ну вот есть главенство систем. Если у нас ампутировать руку, мы с вами проживем. Но если будет разрыв спинного мозга, это мгновенная смерть. Понимаете? Поэтому в иерархии систем, центральная нервная система занимает первое место в иерархии. Она управляющая, она контролирующая и она, по сути, жизнеобразующая. И раз мы это понимаем, значит, мы не будем выполнять упражнений, асан, положений тела каких-то использовать, которые могут навредить центральной нервной системе. А центральная нервная система – это головной и спиной мозг. Именно поэтому мы не используем предельных асан, предельных амплитуд, просто опираясь на физиологию и анатомию, и, естественно, здравый смысл. Я думаю, что более чем предостаточно вам аргументов для того, чтобы самим вдохновиться тем, чем вы занимаетесь, какое знание, какой инструмент сейчас есть у вас в руках. Я уже не говорю, тот уровень знаний, глубину знаний по анатомии тех же мышц тазового дна. Упражнений, которые очень хорошо работают с внутренними органами. В редких школах настолько глубоко люди разбираются с банхами и так используют их в практике акцентно. Логика построения занятий. Когда инструктор не стремится во что бы то ни стало наполнить практику всеми упражнениями, он очень правильно и красиво строит эту практику. И в результате каждого урока люди получают удовольствие, улучшение состояния, блаженство, удовлетворение, не провоцируется износ тела. Таким образом, наша практика, она такая ресурсосберегающая, ресурсонаполняющая. Поэтому мы говорим, что от нашей йоги жизнь человека налаживается. Продолжение следует...